Вправо сейчас схожу. Где-то примерно в третьей четверти Серега орал в сторону противоположного мостика тренерского. Сдавайтесь. Так где-то минут 8. Чем обосновано? 20-0 мы прошли дальше. Кабанда же 30 проиграли. Какая разница? 20-0 технически. А, да-да, в первом матче, да. Ну что, расскажи, Серег, эмоции от этой серии лютейшей. Первый матч мне не понравился, второй понравился. Получается, серия примерно средняя. Вот. И вот Андрей пальцем что-то показывает. А так, что, молодцы. Ребята там какой-то заобучный процент показывают, мне кажется. Молодцы. А вы молодцы. Мы тоже молодцы. Но, как видишь, победитель в этом матче не решен пока. Я считаю, нужно играть до двух побед, потому что это несправедливо. Как-то получается. Должен проходить более стабильный состав, правильно? Вот у нас, посмотрите, какая стабильность. Постоянно скамейка. Приходите, у нас очень много места на скамейке всегда. Можете посидеть. Можете даже не играть. Можете не играть, да, посидеть. У вас в целом Витя так и делает. Не играет. Это не игра. Просто бегает с мячом в ресивер. Мяч получаешь. На этом на тачи закончился. Какие эмоции? Ну, ребятам просто повезло. Отправили их в подсезонную рыбалку. Надеюсь, им там же так будет вести, как и сегодня. Ну, что, пусть рыбаки отдыхают. Ну, одну, вторую. И, ну, Абдуллаев пусть у меня тренировки баскетбольные возьмет. Жестко, Никит, жестко. Не боишься последствий? Ты готов? Какие последствия? Я их уже прошел. Точнее, моя команда за меня их уже прошла. У меня надо было просто приехать, посмотреть, как бы, ну, команда выиграла. Больше ничего не надо. Понятно. Разве этот человек в доте играет? Спасибо. Ну, скажу, что моя голова забита не игрой сегодня. У меня вчера родился сын. И полностью все, моя жизнь переменилась, моей жены. Вот. И привет большой. И... Просьба такая. Можно, пожалуйста, адрес Кошкина? Приготовили мы шикарные тапочки. Чтобы он, ну, было удобнее перебываться. Кстати, вот у бросков сверху. Там были комментарии, когда пытался поставить сверху Андрея Шкирёв, что он лучше не может. Он может лучше или нет? Нет, он не может. Нет. В свои лучшие годы он мог. Ага. Травму сгубили человека. Да. Понятно. Такой еще вопрос. У вас очень классная командная химия. И когда там у вас выходят игроки из скамейки, забивают, вижу, что вы очень здорово болеете. Вообще, как у вас это устроено? Ну, в плане командной химии, потому что вижу, что вы постоянно друга подвадриваете, и очень классно болеете, когда у вас выходят игроки из скамейки. Ну, у нас очень семейная команда. Мы практически все время после игр собираемся где-нибудь выпить. Вот здесь недалеко есть кафешка очень хорошая. Мы практически... Как называется? Сыт и пьяный. Отличный кафе, цены низкие, все. Ну, короче, у нас очень семейная команда, и поэтому мы все даже друга поддерживаем. Даже если что-то не получается, смеемся, бывая друг над другом, угораем. Так вот, семейная, теплая атмосфера. Круто, спасибо. Короче, вчера еще нас было 5 человек. В итоге собралось на полную скамейку. Ну, заменок много, все подвышали, все побегали. В целом, ничего сложного. Жаль, что сотку не пробили. Что? Жаль, что сотку не пробили. Да, просто сотку. Да. Дальше плей-офф. Ждите. Дождемся. Не знаю, чего. Здравствуйте. Сегодня не было так называемых остановок, чтобы какие-то комбинации ждать. Должны были играть в пик. Да, бывает. У нас только сегодня. Гусев сегодня 50 забил. Леха стоит в руках, да? Да. Ты из синагоги лучше? Сегодня у нас, ну, как обычно. Ну и что, мы и все равно. Решили попроводствовать. Спасибо. Нормально. Государственная служба, пропаганда, дискотек. Вам как игра? Мы очень болели за наших девочек. Вот плакат нарисовали. Мы очень любим, вообще, очень рады. Плюс 30 очков. Да, мы приходим на каждую игру. Мы очень любим, болеем за них очень сильно. Попахивает обманом, но я ничего на этом не скажу. Спасибо вам. Удачи вследствие. За мной девчонки из-за... Ой, из-за Востока. Восход, Восход. Ну, Восход, Восток. Почти одна и ту. Это вообще-то разное. Солнце где восходит. С собой. Только Запада, ну ладно. Ну, вода Запада. С Востока. Нет, Запада. С Востока. Все, давай, проиграли. Почему проиграли? Мы... Спасибо. 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 С нами Серик Леброн Загбаев. Леброн Загбаев. Леброн Загбаев. Леброн Загбаев. Ну что, поздравляю. У меня, кстати, у дочки есть. Это Леброн и такая форма. Да? Я вот рассмотрю, думаю, вернись. Поздравляю с первым местом. Отличная игра была. Игра действительно достойная финала. На последних секундах все решили. Hell's Nation получается вообще без поражений, да? Без сезон прошло? Да, да. А что, кто-то сомневался? В отличие от Муа. Да. Вот этот камень, вот этот мой огород. Поделись. В принципе, сложилось неплохо. Но вообще, если говорить с точки зрения эмоций, у меня ощущение, что мы всех токсиков засунули в дробь. Сопрыкин с какой-то какашкой под носом, постоянно ходит всем недовольный. Значит, Аникин, с другой стороны, недоволен решениями игроков со своим темпераментом. Они все заводят меня в этот момент. Сейчас такое облегчение. Мне кажется, я скинул килограмма два за эту игру. Вот. Ну, в целом, это то, что касается игры. На самом деле, я уверен, что... Вот. Хорошо, что в начале. Хорошо, в начале получилось. Нет, в начале, в начале. Еще попрошу, блин, девочек, писать на него в инстаграме. Подписывайтесь, пожалуйста. Продам гараж. Спасибо большое за это. Мы бегали. Не тяжело вечером играть. После пьянки тяжело играть. А сегодня на баланс? Да. Да. Она стабильна. Вы перед матчем отметили уже победу? Да, да, да. А сейчас поедете? Конечно. Удачи. Спасибо. Вообще, даже не бегали и выигрывали нас. Будет стараться тоже любить баскетбол, просто кайфовать в этот момент. А мы и кайфуем. Ну, все, да, да. Давай, москетбол следим. Так. Ну, совсем нормально. Хотел сказать, что уверен выиграть. Прошли дальше, как бы, дальше работаем. Работа еще не сделана, как говорит Великий. Так что, идем дальше. Сейчас, нет, ну, не смотри, сейчас, сейчас. 30 секунд ушел. О, началась. Соберет мячки, но сначала поиздевается над нами. Вот поэтому мы обычно с таким проблемой проходим. Все, спасибо большое. Спасибо. Профила. Профила, да? Да, давайте профила. Да, я в какой-то, когда была при гейме, я еще написал, что это может быть и к лучшему, что фила не будет. Как оказалось, что оно к лучшему и оказалось. Поэтому, как знать, как знать, как было бы. Ну, все, хорошо. Удачи в дальнейшем еще раз. Все, спасибо. Я питаю нежные чувства к ребятам из этой команды. Поэтому, ну, пришлось чем-то жертвовать. Сунь Цзи, искусство войны. Солт Лейк живет именно по этой философии. Вышли в ноль, получается, 2-2. Вышли в ноль, 2-2, получается. Спасибо. Извините, Сизан, вы лучший игрок сегодня. Как вы чувствуете? Это было сюрприз для вас? Или вы выделили эту философию как лучший игрок? Хорошо. Вы знаете, я слишком старый для этого. В общем, эти философии должны быть к молодым ребенку. Но в сегодняшний день, я не знаю, молодым ребенку слишком мягким. Таким образом, у нас нет возможностей. Я думаю, что это удовлетворил. Спасибо большое. Надеюсь, мы можем улучшить более молодых детей, чтобы принимать дни, чтобы не принять дни. Хорошо. Как и в следующий сезон? Да. Если вы хотите быть первым в 2-й дивизии, может быть? Надеюсь. Окей. Спасибо большое. Спасибо. Но спасибо всем моим коллегам. Они много contribuyли. Спасибо. Спасибо за организацию. Также Азамат. Также Азамат. 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 Вы сделали здоровье. Спасибо. Спасибо. Вроде так хорошо начали. Причем игру. И в дальнейшем такие события... Я считаю, к этому коллапсу надо с юмором подойти. Может, ты видел мемчик? Там мужик в костюме котика или рыбки стоит и говорит, кто на что работал. Скоро. Ну, может, ты видел. Тяжело было выезжать от рыхла. Вы знаете, у нас сегодня не было вариантов на поражение. Сегодня у нашего значимого члена команды праздник большой. Точнее, праздник был несколько дней назад. Но в целом огромный праздник жизни. У него родился ребенок. Мы поздравляем Пасу Гранина с рождением дочери. Спасибо. И этому мы не переживали. Поэтому мы искренне желаем здоровья всем коллективам. Я думаю, весь коллектив АБЛ тоже присоединяется к нам. И еще на одного хорошего человека стало больше. Спасибо. Спасибо вам. Давай, шпарк. Тяжко, да? После такого мача вообще? Очень долго не играл. Человек за год первый мяч подержал в руках. Парни, это самая тяжелая игра в моей жизни. Я скажу вам честно. Я больше не приеду. Только на финал тяжеловато было. Было отвратительно. Почему? Прямо столько? У меня не так получилось. Командного взаимодействия мало. Летело плохо. Как оценишь свою команду сегодня? Тигр? Львы? Нет, тигр. Или львы? Тигр. Ну, тигр так тигра. Давай, дайте тогда. Насколько вообще адаптируется к командной игре Степан Шеха? Просто я вживую вперед увидел, как он играет именно за вашу команду. Люта. Люта? Нет, я говорю, люто. Да, играет он хорошо. Как он адаптируется именно к командной игре? Ну, как адаптируется? Мы стараемся его адаптировать. Но, как бы, как иногда бывает, как вы видите, не всегда получается. Но все равно он старается, как бы, с нами тоже играть в комбинации. Просто он бывает мало на тренировках. Учительный занят, всегда на своих тренировках разных. И, понятное дело, что мы, как бы, не можем его на тренировку звать. Он везде загруженный просто, как бы, да. Поэтому, может быть, в каких-то взаимодействиях командных, как бы, не очень получается. Но все равно, как бы, он старается тоже, как бы, и восьмерки крутить, и всякие, там, другие комбинации, что получается. А так, если есть ядерная боеголовка, то, в принципе, зачем нужно людей на войну вести? Да, ну и по себе вопрос. Больше нечего сказать, честно. Насколько было тяжело или, может, интересно играть против Викингов, учитывая, что ты за них играешь в Викинг, и там, у тебя партнеры по команде играли, там, Сивык или Аникин. Насколько интересно, в плане? Ну, ну, ощущения какие-то, просто ты играешь против своих. У меня просто, я внутри площадки, они, ну, они мне не друзья. За площадкой, я их уважаю. Все хорошие ребята. Не друзья, да? Так, я устал. Поэтому, так. Так, а мне тоже классика, так учили. Ну, я могу поулыбаться, но то, что на площадке, мы в разных сторонах. Да, можно пить вместе пиво и все, и радоваться. Безалкогольные. Безалкогольные, да. Мы за Зов. Спасибо большое за интервью. Сначала не такое было? Ну, потому что мы начали просыпаться, звери. Мы стали зверями в конце. А вначале вы что, спали или спящие были? Ну, сначала мы как будто были медведями, спящими в берлоге зимой. А потом, как звери проснулись и начали играть очень сильно, жестко. В следующей игре я вам надо. Мы с этим будем выигрывать следующие чемпионаты. Всем удачи. Всем пока. Всех порвем. С вами были классные парни. Это было «По домам» в Miami Beach Kings на нашей вилле. До встречи на подкасте.